На прошлой неделе акция по сбору подписей за русский язык как второй государственный набрала обороты. За первую неделю было собрано 11,5 подписей граждан Латвии. За вторую темпы увеличились в три раза, а к ее концу подписалось почти 40 тысяч человек. Таким образом, с учетом 12,5 тысяч собранных на первом этапе, получается почти треть. Судя по активности, на прошлой неделе число подписей может приблизиться к 100 тысячам. Учитывая то, что самую большую активность люди проявляют на последних неделях, и тот информационный фон, который сопровождает акцию, все идет к тому, что подписи будут собраны. И скоро нас ждет референдум. Но перед этим его будет рассматривать СЕИМ. А там, скорее всего, состоится еще один скандал. При этом голосовании возникнет очень интересный казус. Дело в том, что депутаты, вступая в должность, дают клятву. Я, вступая в должность депутата СЕИМа, перед лицом латвийского народа, клянусь быть верным Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык, как единственный государственный язык. Если депутаты Центра Согласия проголосуют за проект, то это вызовет скандал. Ведь у Латвии наверняка сразу же потребуют лишить мандата тех, кто проголосует за второй государственный язык. По мнению националистов, тем самым они нарушат клятву депутата. Однако пикантность заключается в том, что санкции за это в законе не предусмотрены. Закон о распорядке СЕИМа гласит, что депутат может быть исключен только в определенных случаях. Если он был выбран с нарушением закона, не знают госязык на уровне необходимым для его профессиональной деятельности, занимают должность, несовместимую должностью депутата СЕИМа, в одну сессию не посещал более половины заседаний, был признан виновным в совершении преступления, был признан недееспособным в связи с душевной болезнью. Нарушения клятвы депутата в этом списке нет, но можно быть уверенным, что после этого случая ВИСУ Латвии это предложит. Кстати, интересный нюанс. Если бы допустить, что русский язык стал бы вторым государственным, то пришлось бы менять и клятву депутата. Народные избранники должны были бы клясться укреплять латышский и русский языки как два государственных языка. А прочитать клятву они должны были бы на обоих языках. Кроме того, статья о том, что депутатам можно лишить мандата, если он не владеет государственными языками, стало бы обоюдоострой. После Сейма проект пойдет на референдум. По закону референдум должен быть назначен не раньше, чем через месяц после того, как поправки отклонены Сеймом. Но не позднее, чем через два месяца. То есть, вероятнее всего, он пройдет в конце января или в первой половине февраля. Судя по всему, политическая зима будет жаркой. С эмоциями, ультиматумами и взаимными обвинениями. Если эмоции забьют через край, то это может очень сильно раскачать правительство. Недаром Валдис Домбровский заволновался и заявил, что министры, которые будут участвовать в акциях 16 марта, будут отстранены. 16 марта из его уст прозвучало неспроста. Эта дата очень волнует премьера, потому что он очень не уверен в адекватности партнеров по коалиции из ВИСу Латвии. Это будет первый раз, когда те будут устраивать акцию в честь Дня легионера, будучи членом правящей коалиции. Если они что-нибудь отчебутят, то может случиться международный скандал, и тень пойдет на правительство Домбровскиса. ВИСу Латвия будет поставлена в очень затруднительную ситуацию. С одной стороны, они понимают, что могут заслужить славу непредсказуемого партнера. С другой стороны, после референдума по русскому языку, их избиратель и члены их партии будут требовать от них показать свой позвоночник и полноценно организовать акцию 16 марта. В противном случае, лидеров ВИСу Латвии могут обвинить в мягкотелости, а это может грозить расколом их партии. Теперь понятно, почему премьер так нервничает. Потому что референдум, как полнолуние, может сделать их партнеров по коалиции неадекватными и серьезно дестабилизировать правительство, которое с таким большим трудом склеили. О возможности падения национального правительства именно в марте говорил Валдис Затлерс на закрытом заседании своей сеймовской фракции. Обсуждал он это откровенно, не зная, что его речь записывается. У нас есть два сценария. Нравится вам это или нет? Первый сценарий. У нас есть правительство националистов, которое падет в марте. Уж будьте уверены, совсем просто. Ведь это на фоне, когда в России избирают нового президента. Затем следует неизбежный национальный подъем русских, который будет разжигаться. Внешний враг. Нет ничего лучше, чем маленькое фашистское правительство в соседней стране. Да-да, давайте будем реалистами. Правительство падет. В том виде, в котором мы его сейчас создаем, оно падет. Как видим, не случайно в сценарии падения правительства речь идет именно о марте. Других событий на национальной почве, кроме 16 марта, не предвидится. Кроме того, Затлерс связывает это с президентскими выборами в России и опасается ее жесткой реакции. Поэтому премьер так беспокоится по поводу 16 марта и референдума. Все это может в итоге сплюсоваться и сдетонировать. В результате главным пострадавшим может оказаться ни в чем не участвующий премьер Валдис Домбровскис.